первой была мысль бегом из этого ада вот такие лица вызывали не то чтобы антипатию ну скажем так мягко внутреннее несогласие мои скромные познания в рок-музыке замыкались периодом от ливерпульской четверки до тэнси си а между ними конечно гранды дипеппл ледзепплинг назарет и поэтому я сразу почувствовал себя чужим на этом празднике жизни но до определенного момента до тех пор пока не появилась родимая попса но затем и вовсе любезные сердцу детишки да еще со своими стихами и музыкой но задача была иной проникнуть в мир трэша для непосвященных каким я был еще вчера это разновидность тяжелого скоростного рока его еще называют раскалывающий рок и называют правильно это хорошо понимаешь когда сидишь перед звуковыми колонками можно вашу музыку на русском языке исполнять исполнять конечно можно но это не будет слушаться английский язык он очень емкий на нем легко исполнять нашу музыку я думаю что сейчас уже мало трэшеров осталось дэстеров сейчас уже перешли на другую модную музыку то есть остались только динозавры можно сказать на чем ты рос смысле по музыке что ли ну я начал скридинсов дипеппл на таких командах рейнбол а потом ушел трэш почему подходящая тоже по стилю музыка я вот часто бываю в швеции там очень много голуб и галащих вот такой музыку дэд я думаю я завяжу там там играли нет мы туда поедем снова остается например вот трэш он трэш там определенная музыкальная ритмическая основа да в рамках стиля и соответственно уже свои аранжировки там какие-то славянская мятежная душа она органично вписалась мне кажется да то есть у нас и такие мелодии у нас мелодичных моментов очень много они все-таки наши русский не любит быстрой игры во время последнего телеотчета в рт рулевой музобоза иван демидов громогласно заявил трэш не идет по цт только потому что им увлекается 3 процента населения вот эта музыка также видимо у дел избранных если отсечь шелуху которая есть любом виде искусства в виде фанов тусовщиков халявщиков то элитный серьезный слой настоящих идеологов рока составит еще меньший процент мы сорокалетние их в основном не любим по совокупности причин тут и зависть и ревность и обида на себя же что не понимаем а главный мотив нас за несчастный твист и гейн да за чесанные коки бригадмильцы за эти самые коки и таскали а этим все нипочем распоясались а кто первым шестьдесятых годах своей оранжевой рубашке на амбразуру лег не знаете то тоже вы не можете вот так сделать чтобы и мы туда вошли мы не против конечно как сделать для этого надо просто объединение делать вот например в москве сделали творческий союз квинта который занимается раскрутка фирмачей как мы говорим туда вошли московские зубры арс зубры такие как лисес останкинская телевидение теперь это рт или от других таких фирм мы сейчас собираемся сделать региональную такую структуру она будет называться творческий союзного саунд ее создаем мы не музыкальный центр рубиновый пульс затем снежинский молодежный центр и думаем что туда войдет и челябинская гостерадио компания просто эта телекомпания так скажем комплимент вам небольшой она постоянный наш спутник где бы мы ни были в садке там снежинске в магнитке вы всегда с нами рядом после такого комплимента хотелось петь и смеяться но творческий замысел давил на психику расслабиться не давала информация из вестибюля охранники опять прибили кого-то из обкуренных молодчиков это термин охраны преодолевая дремучие заслоны из чужой лексики мы пытались проникнуть в суть предмета и как всегда дойдя до половины остановились сумрачном лесу и это были только ворота дантового ада ребят так это именно вас атомную бомбу делали так да мы долгое время занимались вот и наконец у нас получилось живая самая настоящая атомная бомба шутите нет нет мы до сих пор правда не знаем где у нее кнопка вот а так да вот пожалуйста а вот юлечка кленова создание наши дитяще вот они посадили что когда она рванет а да не у нас просто против противодействие есть что не имеют виду а я не знаю продемонстрирую наглядывать понятно по большому сибирскому тракту далеко-далеко за байкал с двору отдаму да в окатую тюрьму по этапу гандальный шага фестиваль судя по всему удался и хотя повод для его проведения показался мне малозначительным двухлетие музыкального центра тоже мне юбилей я по-хорошему завидовал людям способным везде находить причину для общения в нашем все более разобщаемом мире музыкой сытых обожравшихся долго мы называли западный рок лишь когда на советскую сцену залез голодный паук со свастикой на впалом брюхи мы поняли как глубоко ошибались наши идеологи ну а теперь как говорит паучий любимец генерал макашов докладываю нам очень хотелось хриплом рыки трэш-рока услышать чистый голос искренней души и нам это порой удавалось это то что действительно надо если пытаться навязывать сейчас публике свои искусственно придуманные модели там свои клубные там не знаю их социальные варианты это не пойдет это людям нужно на это люди придут и самое главное даст результат то есть появятся новые музыканты новые слушатели они найдут друг друга в конечном итоге